Здравствуйте! В эфире программа «Акценты» в студии Михаил Захаров. Сверкающий грани театра. Вторая неделя первого международного театрального фестиваля форума завершена. Но экватор еще не преодолен. Однако на сегодняшний день состоялось столько разнообразных событий, что перечислить их будет не так-то и просто. В этом выпуске мы постараемся остановиться на самых ярких и важных, ну, по крайней мере, по мнению нашего гостя. Я рад приветствовать Ивана Крылова, председателя Кемеровского регионального отделения Союза театралов Российской Федерации. Но дело даже не в том, что вы председатель, Иван, а в том, что вы участник форума и, наверное, такой трудяга, потому что вторая неделя, много событий. Сколько вы спите? Нормально. Пока я сплю. Поэтому я думаю, что, конечно, этот фестиваль, он очень объемный. Он как лавина мчится по Кузбассу. И то количество заявок, которые приходят, с которым работает дирекция фестиваля, она, конечно, очень огромная. Кому-то приходится в силу того, что технических всяких вещей отказывать, с кем-то вести долго переговоры. Но то, что практически все субъекты Российской Федерации стремятся попасть на наш фестиваль, это самое главное достижение. Потому что, во-первых, у нашего фестиваля еще нет бэкграунда, он только начал свое шествие, а к нему уже пристальное внимание со стороны театральной общественности всей России. И это очень нас радует. Помимо того, что внутри нашего сообщества, Кузбасского театрального сообщества, очень много событий, которых даже интересуют не только простых жителей региона, а именно специалистов этой области. Они с интересом включаются, как зрители. Давайте о специалистах. Кого можете выделить, может быть, назвать, обозначить? Кто уже за эти две недели приехал к нам? В Прокопьевске уже прошли конкурсные показы театра драмы. Там работал эксперт Золотой маски, автор многочисленных статей театральных в журналах, профилирующих это Александрина Шаклеева. Она отсмотрела Прокопьевский театр, она отсмотрела спектакль из Казахстана, обсудила их, обсудила их со зрителями, выступила в качестве модератора, провела лекцию. Лекцию проводила она в Прокопьевске в колледже со студентами, которые заинтересованы в театральном искусстве. То есть это не только артисты драматического театра, но еще могут быть музыканты и другие близкие сценические профессии. Ну а сегодня вот культура в целом, мы же, получается, можем как срез посмотреть, фестиваль это некий срез. То есть по вашей субъективной оценке, насколько перспективно вообще видно развитие, направление развития культуры? Может быть узкотеатральной деятельности? Нет, когда проводятся такие фестивали, это, мне кажется, такой маркер, который говорит о том, что и правительство Кузбасса заинтересовано в том, чтобы жители региона расширяли свой кругозор в сфере театрального искусства. Вот если бы у нас отсутствовало это, у нас бы был полный локдаун, тогда можно было бы говорить, что у нас в культуре, особенно в театральной, ничего не происходит. А у нас на сегодняшний день появился уже, если брать вот так по счету, четвертый фестиваль, который рожден в Кузбассе. У нас есть Кузбасс-фест, у нас есть главное событие, у нас есть международный фестиваль индустриального искусства Окном Новокузнецке, и вот у нас появляется международный фестиваль форум театральный, сверкающий грани театра. Четыре таких важных фестиваля, мне кажется, только говорят о том, что в театральном искусстве Кузбасса очень заинтересованы и видят в нем какой-то мощный потенциал для развития, допустим, культурного туризма и вообще связей, налаживания связей между регионами и столицами. Регионами и столицами. Вопрос. Из столиц есть какие-то постановки? Конечно. Есть ли фавориты? Можно ли их назвать фаворитами? Они по положению фестиваля являются такими хедлайнерами. Это театр Вахтангова, который приедет к нам в город Кемерово и в город Новокузнецк и даст спектакль «Война и мир». И я бы уже всем рекомендовал быстрее бежать покупать билеты. Самое главное, это, конечно, для взрослой публики. Это спектакль интересный, московский, необыкновенный. Я думаю, что это будет опыт для всех новокузнечан, кемеровчан и тех, кто приедет в эти дни в эти города. И, конечно, для детей у нас огромный подарок, потому что к нам едет театр Образцова. Тоже как хедлайнер, направление для театра «Кукол». Хорошо, хедлайнеры. А фавориты? Я так понимаю, что хедлайнеров не участвуют в конкурсном... Они, да, они как бы те ориентиры, на которые мы должны все внутри театрального сообщества и та зрительская культура ориентироваться, к чему надо стремиться. Потому что это признанные спектакли и признанные уже театры. О фаворитах говорить пока сложно, потому что еще не все спектакли отсмотрены. И, допустим, база онлайн спектаклей, она только формируется. И после 1 октября на тех театральных критиков, кому выпала честь, отсматривать не вживую, а онлайн, вот тогда можно будет говорить о фаворитах. Сейчас можно говорить только о том, что... Только настолько много участвуют в конкурсном отсмотре работ. Да, да. Потому что у нас получается, если мы сейчас вообще минуем кузбасские театры и просто заглянем в конкурсную часть, то там уже ко второй неделе, к началу второй недели идет 40 заявок. Конечно, они разбиваются на профессиональные, на школьные театры, на инклюзивные театры, на театральные студии детских школ искусств. И постоянно практически у нас у дирекции телефон не умолкает. Это любительские театры, которые в этом году мы не выделили в отдельную номинацию, но у них яркое просто какое-то желание поучаствовать, чтобы не оказаться выброшенными за борт этого фестиваля. Поэтому мы придумываем разные ухищрения, чтобы они действительно приняли участие. Давайте о дирекции фестиваля поговорим. Мы как принимающие, вы как принимающая сторона. Все ли получается? И есть ли реакция уже обратная от участников и гостей фестиваля форума? Конечно, есть. Пока она настолько позитивная, начиная от открытия, потому что действительно открытие состоялось масштабное. И я очень рад, что на это мероприятие попали простые зрители по билетам, потому что это очень важный момент, когда театральное сообщество не закрыто, сами для себя что-то празднуют, а есть люди, которые проявили к этому интерес. И мне было радостно, что до последнего люди стояли возле ЛДК и спрашивали билет или возможность как-то туда пройти. То есть интерес со стороны простых жителей огромный. Со стороны профессионалов они, конечно, смотрят на это и Юлия Рудберг, которая приезжала. Ну, с оценкой некой, да? Они смотрят как на сказку некую. Конечно, они не ожидали такого масштабного глобального открытия. Они не ожидали того, что у нас происходит в школах города Кемерово, что у нас открыто большое количество школьных театров и большая театральная деятельность там кипит. И Юлия Рудберг отсмотрела какие-то фрагменты спектаклей, тут же давала свои рекомендации, пожелания, замечания. Конечно, это, ну и как Алена Бабенко сказала, да, что она не ожидала от собственного региона, ну, такого потенциала в качестве того, чтобы здесь открыть международный фестиваль-форум. Поэтому они смотрят, конечно, с некой улыбкой, но я думаю, когда 30 октября закончится фестиваль, у многих возникнет желание, чтобы этот фестиваль не оставался стационарным только в Кузбассе, а начал шествовать по регионам. Ну, мы так себе планируем, нам так кажется, что это будет хороший такой момент, когда он будет переезжать из региона в регион и возвращаться. Насколько важно делиться фестивалем и обмениваться опытом для представителей театрального искусства? А это очень важно, потому что любой фестиваль, почему так много стремятся приехать не онлайн, а очно, потому что ты же в другую среду попадаешь, ты попадаешь на другого зрителя, на других театральных экспертов, они по-другому на тебя здесь смотрят, реагируют. И, конечно, актер оживает. Театр вообще оживает тогда, когда он находится в движении. Надо сказать, что и наши 8 профессиональных театров зашевелились, потому что то ты идешь на работу на спектакль, и вдруг ты попадаешь на площади, на мастер-класс по сценическому движению, где большое количество молодых людей отрабатывают сценические удары, а другое количество людей с любопытством смотрит. Я сам это направление артист, я за него отвечаю на этом фестивале. Мне было любопытно смотреть, как подходят люди. Сначала одна женщина хотела пойти разобраться, как это возле театра, и дерутся. А потом, и она долго не могла вообще въехать, почему они отрабатывают какие-то удары, друг друга бьют. А потом она просто включилась в это. Это было вот на конце этой недели. И получается, на первой неделе такой же резонанс вызвал мастер-класс на парковке. Люди останавливались, смотрели с любопытством, как молодые... Конечно, там были и студенты профильных учреждений, и непрофильных. Я знаю, что очень много приходят и с детских школ искусств, и с вузов, не занимающихся театром. И они разминались, и это было действительно раскрепощение, энергия, свобода. То есть включаются не только артисты, как активные участники. Они иногда включаются как зрители, и они не ожидали такого спроса. Мы же думаем, что нами никто не интересуется. А фестиваль показывает обратное. Интерес. Конечно. Формат интерактивных площадок, мастер-классов – это одна из частей фестиваля, да? Да, это отличительная. Фестиваль – это не только показы, конкурсы. Что еще здесь есть? Здесь очень важно, что вот эти мастер-классы, эти встречи, которые запланированы в двух направлениях – театральное просвещение, мастера сцены и театральная лаборатория социальной действительности, артист, они направлены на разные категории людей. Есть то, что узко для профессионального сообщества, так сказать, подточить свои навыки. А есть то, когда простому жителю предлагается испытать на себе маленькую частицу того, что приходится испытать молодым людям, когда они поступают в театральные заведения. Потому что вот приоткрыть занавес обучения, и по-настоящему его приоткрыть, не разговорами ЖЗЛ, жизнью замечательных людей, а именно то, что тренинг по сценическому бою, по сценическому движению, по актерскому мастерству – это занимает практически 12 часов работы артиста. Не только на площадке, но и дома. И что это колоссальные физические затраты, энергетические затраты. И когда люди это видят, вот так в открытом доступе, у них, конечно, меняется отношение к этой профессии. А это самое главное в этом фестивале – сменить такое лёгкое отношение такого развлекательного характера к театру, как, наоборот, к очень важному социальному институту, который пробуждает в человеке человека. У меня возник вопрос в процессе нашей беседы. Как вы думаете, возможно ли рождение постановки, либо спектакля во время течения фестиваля, форума? И такое вы рассматриваете? Понятное дело, что это не будет конкурсная работа. Нет, мы, конечно, это рассматриваем, и у нас такой есть, и уже с 1 октября начнётся такой проект, который называется «Нарушай дистанции». Он будет проходить неделю, каждый день в течение одного часа люди будут собираться, каждый раз новый, там надо регистрироваться, и они будут проходить путь, выполняя определённые задания. Я хочу сказать, что это не квесты, то есть не преодолевать, чтобы чего-то достигнуть. Препятствия, да. А это такая перформативная практика, когда я в привычном для себя месте, улице Весенняя, да, от Вечного Огня до Весенней 2, до частного театра «Инсайт» пройду путь, выполняя те или определённые задания, работая как раз с нарушением социальных дистанций, дистанций пространственных. Отвечаю сам себе на вопрос очень важный, как влияет на меня пространство, как я влияю на пространство, как влияют окружающие люди на те события, на ту атмосферу, на тот темп ритма этого пространства. Это нельзя сказать, что это прям вот спектакль. Это такая перформативная практика, которая будет 8 дней идти, и она ни разу не повторится. Задания, конечно, будут оставаться одни и те же, только исполнители каждый раз новые. Поэтому это уникальная история, да? Да, и самое главное, что мне кажется, вот мы долго себе с 2018 года в Кузбассе пытались ответить на этот вопрос, что такое перформанс, вызывали сюда специалистов, всяко-разно это крутили. Тяжело это вообще, практика нами осваивается. В регионах очень тяжело, потому что даже правоохранительные органы не всегда нормально реагируют, когда начинают вот такие вещи происходить. Ты же не знаешь, чем это может закончиться. А там действительно есть некая такая стихийность. Но вот уже в этом году вот такая проба произойдет, и мы увидим действительно неповторяющиеся. Вот 8 раз, кажется, один и тот же сценарий пройдут разные люди, но он же больше никогда не повторится. То есть первый не будет похож на второй, а второй не будет похож на первый и на третий. И я предлагаю... Там ограниченное количество участников можно предъявить на каждый день. Поэтому я просто обращаюсь к жителям города Кемерово и предлагаю не пропустить эту возможность. Но если вы боитесь зарегистрироваться и стать участником, ну хотя бы в это время где-то погуляйте. Станьте зрителем. Да. Потому что вот эти активности, которые там будут, они будут касаться зрителей. И там всегда по замыслу режиссерской группы частного театра «Инсайд» Галины Латынниковой и Артема Логачева, там всегда вот этот есть момент, когда человеку нужно сделать выбор. Нарушит он эту дистанцию или не нарушит? И мне кажется, это сегодня очень важный момент. Не смотреть на кого-то, а проверить самого себя. Вот я еще раз говорю, что фестиваль зациклен на вот эту тему. Вернуть в себе человека. Творческого, активного, увлеченного, с жаждой жизни. Не апатичного, размягшего и унылого. А вот как раз того человека, который может сам с собой работать. Поэтому вот эта лаборатория социальной действительности, она уникальна. Она, во-первых, первая действительно среди всех фестивалей. Как правило, на фестивалях как происходит? Профессиональное сообщество приезжает, туда приезжают критики. Все закрыто, мы видим спектакли, потом мы видим часть награждения. На лекции, как правило, не сильно зовут, а зовут около театральную такую тусовку. То есть здесь вот эти все двери, грани, они все открыты для всех. Здесь нету нигде никому запрета. Это очень важно. Что ваши коллеги? Я напоминаю, что вы работаете, служите в Драматическом театре Минилла-Начарского. В любом случае общаетесь? Есть какая-то обратная связь? Конечно, конечно. И она, я не буду лукавить, что когда зашла речь о том, что начинается фестиваль, даже мои коллеги, да и все тоже с неким, с такой осторожностью говорили. А зачем? Во-первых, мы же не верим, что мы можем стать театральной столицей. Понимаете? Это тоже преодоление собственных внутренних каких-то боязней. Это зона комфорта. Да, может быть, это зона комфорта. Может быть, как бы какое-то отстранение. Потому что мы не верим, потому что мы этого не видели, мы это не проходили. И вот сейчас, когда все мы начинаем проходить этот путь, у многих идет хорошая обратная реакция. Допустим, я предлагаю тому же артисту провести мастер-класс. Он сначала на этом говорит, кому это надо, зачем это нужно. Но когда он встречается с большим количеством заинтересованных людей, он понимает, сколько людей заинтересованы в нем, в его таланте, в том искусстве, которое есть именно у этого театра. Потому что у нас прошло три таких открытых мастер-класса. И все они были с разделами сценического движения. Третий был у Федора Бадянского в Театре детей и молодежи возле орбиты по фехтованию. Там тоже большое количество и публики было, и заинтересованных. И это только окрыляет человека. Поэтому сейчас многие уже не так скептично настроены. И я думаю, что когда сейчас начнется для них, многих, конкурсная программа, они еще с азартом в это во все войдут. То есть в Театр Драмы еще не участвовал Флокс? Да. Все рассредоточено по неделям. И получается, что если Прокопьевский Театр Драмы отработал свою конкурсную программу, там полностью все прошли обсуждения, критик сделал свои замечания, критик написал целый отзыв своих пожеланий и рассуждений на тему увиденного, куда движется театр, куда движутся эти артисты, то у многих театров сейчас еще только будет это случаться. Конкурсная программа. Мы не боимся сравнивать или оценки сравнивать себя с другими? Мы боимся быть чуть хуже. Здесь как раз очень важный момент, что мы ничего не сравниваем, а мы интегрируем, то есть соединяем. Нам не нужно бороться Прокопьевскому Театру Драмы с Театром Кукол. У них разные критики и разные методы подхода исследования того, что у них происходит. Нам сейчас самое важное, чтобы театральный критик схватил уровень этих постановок, сравнил, допустим, с Казахстаном, для себя сравнил, и какие-то сделал выводы, какие тенденции сейчас идут. И помог Труппе. Понимаете, ведь здесь не конкурс важный, а участие на самом деле. Потому что Труппа в этот момент обретает в виде театрального критика союзника, который говорит, что ну вы замахнулись вот на это, а вам не хватает вот этого, вот этого, вот этого. И это при том, что это происходит при зрителях. И зрители имеют статус театрального критика в этом обсуждении, они тоже говорят... Открыто, да? Открыто, абсолютно. Самое главное, что критик на свой слух может определить, понимаете, зритель-то постоянный, значит, она может или он может услышать что-то такое, что может дать повод помочь актерам или театру двинуться дальше. Надо сказать, что наши театры вообще не стоят на месте. Ежели мы не сами себе тут в фестивале, то Прокопьевский театр уже сейчас находится в Новороссийске на фестивале, театр драмы Кузбасса скоро отправится в Санкт-Петербург на фестивале. То есть мы шагаем такими семимильными шагами гигантскими в сторону вот этой как бы жизни, когда на тебя с прицелом смотрят и твое мастерство корректируют. Я думаю, что она вам необходима. Конечно, это же самопроверка, это самоанализ. Давайте в завершении, менее трех минут осталось для зрителей. До конца фестиваля еще не одна неделя. Что можно будет посмотреть, с чем познакомиться? Я приглашаю всех зрителей из разных городов. Во-первых, фестиваль едет и в муниципалитеты. Есть Юрга, Калтан, поселки. И там даже есть некоторые вещи из направления артист, всякие театральные исследования, перформансы. Я предлагаю окунуться в эту афишу, обязательно зайти на сайт грани театра, который вы вбиваете в Яндекс, он выскакивает, и там вся программа полноценная по датам, как календарь. И разбитая по городам. И вы можете найти все то, что вас интересует. Если вы любите традиционное искусство, вы увидите там спектакли вполне традиционного формата. Если вас интересует просвещение, вы находите программу «Мастера театра просвещения». Если вас интересует изюминка, и вы с ума сходите от современного искусства, тогда вы заходите в направление артист. У нас каждый день практически в каждом городе не менее двух событий. И не более семи событий. От двух до семи. От двух до семи. Каждый день практически. Поэтому здесь все есть для всех. Я желаю вам сил в первую очередь, потому что до конца фестиваля 30 октября он заканчивается. Еще очень много времени, на самом деле. Вот я поэтому вам желаю силы и здоровья. Я напомню, что сегодня гостем программы «Акценты» был Иван Крылов, председатель Кемеровского оригинального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Спасибо, удачи. Спасибо. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин